В селе Тургиново прошел премьерный показ с первого полнометражного фильма про аборт и «Мамино письмо». Наша съемочная группа, одна из первых, увидела картину, пообщалась с актерами и зрителями. Подробности в нашем сюжете. Популярные актеры проживают пронзительную историю двух женщин, матери и дочери, которые одновременно оказываются перед необходимостью принять решение – сделать аборт или родить. Герои не пытаются склониться к принятию решения об аборте. Одного из таких героев сыграл актер Николай Пермин. Он делится, что эту роль ему пришлось прожить. И тому есть объяснение. Когда он только появился на свет, мать от него отказалась. Я вам признаюсь честно, я в кино 23 года, и, признаться честно, я очень горжусь этой ролью. Почему? Объясню. Потому что она меня вот так вывернула. Вот, знаете, когда я прочитал сценарий и понял, что изначально играть не очень хорошего человека, я сам детдомовский и понимаю, что такое бросить ребенка, но при этом я должен сыграть такого уже не очень хорошего человека, который также бросает и заставляет свою супругу Елену бросить ребенка. И, наверное, только я могу это и передать как раз. Одним из уникальных моментов является то, что в фильме есть реальные герои. Они рассказывают свои истории жизни. Женщины, сделавшие аборт или родившие вопреки. Оксана Горохова тоже вспомнила, что когда-то она, будучи еще студенткой 4-го курса, оказалась в таком положении, как одна из главных героинь. В достаточно юном возрасте она приняла решение рожать. И вот сейчас вместе со старшим сыном идет под руку после просмотра премьеры «Мамино письмо». Мне этот фильм был близок тем, что я в нем смогла вернуться в свою юность и пережить роль дочери, которая забеременела. Хотя меня не бросал мой молодой человек, он мне во всем помог. Но само по себе это было очень сложно без отрыва от учебы родить ребенка. Я хочу пожелать людям, которые будут его смотреть, в первую очередь женщинам, нести в себе стержень. Потому что действительно поднимался вопрос инфантильности будущих отцов и их неготовности в какой-то момент. Я считаю, что женщина должна сама в первую очередь отвечать за судьбу своих детей. Более подробно о предпремьерном показе мы расскажем в следующих выпусках новостей. Продолжение следует...